Санаторий Вас приветствует компания Санаториумс, которая является вашим персональным помощником при выборе санаторно-курортного лечения. Сегодня мы находимся на курорте Кавказской Минеральной Воды в городе Кисловодске и проведем для вас видеоэкскурсию по санаторию имени Георгия Димитрова. Санаторий расположен в парковой зоне Ребровой Балки, в одном из наиболее живописных уголков города-курорта Кисловодска. Директор санатория имени Георгия Димитрова Миличка Раиса Ивановна работает в санатории с 2012 года. Расскажите, пожалуйста, об особенностях вашего санатория. Ну, начнем с того, что мы в городе одним и одни из самых крупных санаториев. У нас 572 места на сегодняшний день. Вот особенность нашего санатория в том, что у нас два отделения. И номера есть на любой вкус, на любого потребителя. Есть люксы, есть двухкомнатные номера, есть номера второй и третьей категории. То есть на любой бюджет. У нас 360 видов медицинских услуг, только медицинских. Кроме того, мы продаем отдельное питание, отдельное проживание, санаторно-курортное лечение в комплексе, курсовку, гостиничные услуги. Все, что угодно, пожалуйста. Сдаем в аренду помещение. У нас есть хороший клуб на 75 мест на втором отделении. А основная наша особенность в том, что мы находимся в парке. Как вы уже сами заметили, птицы поют, зелень вообще необыкновенно красивая. К большому сожалению, возрастной персонал врачей, ну, сами понимаете, какая у них квалификация, врачей высшей категории. Есть процедуры, которые есть не во всех санаториях. Это карбокситерапия. Есть озонотерапия, ну, большой спектр медицинских услуг, очень большой. Но основное, конечно, у нас это природные лечебные факторы. Ванны, грязи и воздух. У нас очень хорошая культурная программа. Многие люди из других санаториев приходят к нам на танцы. Все, кто хотел бы посмотреть наш прекрасный кислород, наш великолепный парк, такого парка нет нигде, хотел бы подышать чистейшим кислородским воздухом, я вас приглашаю к нам. Двухместный однокомнатный номер, 11 этаж. Площадь номеров данной категории составляет 12 квадратных метров. Номер состоит из-за небольшой прихожей, совмещенного санузла и непосредственно спальной зоны. В спальной зоне две раздельные кровати размером 90 на 2 метра, при необходимости их можно сдвинуть. Далее номер оборудован телевизором, также есть холодильник. Во всех номерах санатория есть балкон, давайте на него посмотрим. Вот так выглядит балкон, из номера открывается панорамный вид на парковую зону или город. В совмещенном санузле установлен поддон со съемным душем, костям предлагается набор личной гигиены, есть фен, полотенцесушитель, а также набор полотенец. Подключение к интернет-посте Wi-Fi осуществляется только в холлах санатория, запрещено проживание с домашними животными. На полу ламинат, во всех номерах данной категории есть кондиционер, а также есть сейф. Мы посмотрели на одну из категорий номеров, подробнее с остальными категориями вы можете ознакомиться на странице данного санатория, в разделе номера, где есть описание, фотографии, а также видео. Санаторий состоит из двух отделений. Гости, которые проживают в первом отделении, питаются в обеденном зале четвертого корпуса, который находится на первом этаже. Те, кто проживает во втором отделении, питаются в обеденном зале, который находится рядом со вторым и третьим корпусами. Сейчас я поговорю с диет-сестрой и узнаю подробнее, как организовано питание. Диет-сестра санатория Димитрова, Инга Янц, Люсьяна Вачкановна. Работает в сфере питания более 10 лет. Расскажите, пожалуйста, как у вас организовано питание? В нашем санатории организовано единое семидневное меню для всех категорий отдыхающих. Отдыхающие после посещения лечащего врача приходят к дидсестре и отмечают свою диету. После этого в бланках заказа они выбирают одно из предлагаемых трех блюд на завтрак, на обед и на ужин. На завтрак предлагается три вида мясных блюд, два вида каш, также у нас идут чай, кофе, какао. Как организованы обеды и ужин? На обед у нас также проходит по системе предварительного заказа. Отдыхающие выбирают три вида первых блюд, три вида мясных блюд. Также для отдыхающих предложены закуски, напитки, компоты, фрукты. На ужин отдыхающим предлагаются кисломолочные напитки, ряженка, кефир, ацедофилин, йогурты, био-йогурты. Точно так же на выбор. Какие диеты предлагаются гостям? В санатории организовано питание по 15 видам диет. Общеводные диеты, высокобелковые диеты, низкокалорийные диеты, щадящие диеты. В основном отдыхающие питаются у нас по пятой диете и по десятой диете. Пятая диета – это у нас заболевания печени, желчеводящих путей, а десятая диета – это сердечно-сосудистые заболевания. Гости проходят все процедуры в собственном лечебном корпусе, который не соединен со спальным корпусом, но находится на расстоянии 50 метров. Гости, проживающие во втором отделении, проходят лечение в собственном лечебном корпусе. Заместитель директора по медицинской части Иванчук Игорь Васильевич. По специальности врач-терапевт в высшей категории, организатор здравоохранения. Опыт работы на курорте более 30 лет. Расскажите, пожалуйста, с какими основными и сопутствующими заболеваниями гости приезжают к вам для лечения? Основную группу заболеваний составляют отдыхающие с сердечно-сосудистой патологией, патологии органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательной системы, также большое количество с патологией урологической и гинекологической. Какими факторами лечатся эти группы заболеваний? Методы лечения – это, прежде всего, природные факторы. Климатолечение, кисловодский среднегорный курорт, микроклимат, специальный много ионов в воздухе содержится, пониженное содержание кислорода. Также, как вы знаете, мы часто используем в своей терапии минеральные нарзанные ванны и грязью Тамбуканского озера. Это основные методы лечения. Также у нас разработаны методики по лечению различных видов заболеваний ароматическими ваннами, большой комплекс физиотерапии, парафинозакирита лечения, в водолечения, куда входят различные виды души, подводный массаж, вихревые ванны для рук, для ног. Также широко нами используются сейчас два основных вида лечения – это озонотерапия и карбокситерапия. А также внутривенное лазерное облучение крови, которое хорошо нами было использовано в лечении больных после ковида. Для сердечно-сосудистых заболеваний мы, прежде всего, применяем минеральные нарзанные ванны, грязи лечения, различные виды магнита лечения – это магнитотурботрон, аппарат мультимаг, это общая магнитотерапия. Также широко нами используются традиционные виды физиотерапии – это электрофорезы, ДДТ, СМТ, КВЧ-терапия, светотерапия. Также мы используем в патологии органов дыхания спелеотерапию, ароматерапию при различных видах заболеваний, фитотерапию. Несколько лет назад администрации было принято решение установить свой питьевой бювет с минеральными водами «Кисловодский нарзан» и «Сентуки-4» и «Славяновская», что очень хорошо дополнило наш комплекс лечения, особенно у больных с желудочно-кишечной патологией и заболеваниями почек. Дорогие друзья, очень ждем в нашем санатории, в прекрасном городе Кисловодске, уникальном национальном парке, единственном в Европе. Мы здесь не только подлечим вас, не только улучшим ваши эмоции, но и вы получите заряд настроения на ближайшие годы. Ждем вас. Из развлечений гостям предлагаются киноконцертный зал, танцевальный зал, а также бильярд и настольный теннис. Для тех, кто приехал на своем автомобиле, предоставляется открытая охраняемая парковка за дополнительную плату. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш YouTube-канал и следите за обновлениями авторских видеороликов, а также наших социальных сетей. И бронируйте санаторий имени Георгия Димитрова по лучшим ценам и условиям на нашем сайте sanatoriums.com. Субтитры создавал DimaTorzok